19 января христиане отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день во всех храмах Славянского района прошли торжественные службы. Для желающих окунуться в святую воду были оборудованы крещенские купели. Вместе со славянцами великий праздник отметили и наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. Торжественные богослужения в храмах, посвященные Великому празднику Крещения, начались в 12 часов ночи и продолжались до самого утра. Последняя служба состоялась в 8.30. В храме святого благоверного Александра Невского, поселка Савхозного, прихожан с праздником поздравил настоятель – отец Дмитрий. Всех поздравляю с лучшим праздником, Крещения Господа Спасного и нашего Господа Ресна с Богоявлением. Желаю всем помощи Божьей, чтобы мы с вами могли с Божьей помощью не только сегодняшний день приходить в церковь, воду почерпать, но и другие дни помнить, чтобы Бог был в нашей жизни, и нужно обращаться к Нему, и молиться нужно Ему, не только дома, но и в церкви Божьей. Поэтому мы все еще в праздниках поздравляем, желаю помощи Божьей, чтобы Господь им помогал, ваши семьи укреплял, внукам, детям, Господь, Боговам нашим здоровьем. Праздничную службу продолжил крестный ход вокруг храма, по завершении которого началась торжественная литургия и Великое Священие Воды. Впервые крещение или по-другому Богоявление верующие начали отмечать еще в III веке в память о том, как Иисус крестился в водах Иордана и явлении миру Пресвятой Троицы. Для верующих христиан крещение – один из 12 великих религиозных праздников. Этот день особенный, он даже для нас, наверное, больше, чем Пасха. Вот представляете, столько народа, столько восторга, столько очищения души и тела идет. Так что храни Господи нас и вас. На крещение существует традиция совершать омовение в купили. Само слово «крещу» в переводе с древнегреческого означает «погружение в воду». Считается, что своим крещением Бог сделал воду святой, то есть имеющей особенные целительные свойства. После троекратного погружения человек очищается и духовно, и физически. Желающих окунуться в святую воду, тем самым очистить душу и тело, среди славянцев оказалось достаточно много. Для них при храме Александра Невского была оборудована крещенская купель. Как ощущения? Как вода? Ощущения? Ну, как всегда, каждый год. Вода прохладная, ну, это так и должно быть. Всех с праздником, с крещением Господня. Дай Бог всем здоровья. Скажите, как ощущения? Отличные. Как заново родился? Был первый раз или нет? Нет. Стараюсь каждый год, если есть возможность, поддерживать традицию наших предков. А вот решился. Не знаю как, но решился попробовать первый раз. Ощущения, конечно, великолепные. Научно доказано, что крещенская вода меняет свои свойства. Её структура становится более гармоничной. Считается, что она обладает целебными свойствами и не портится в течение всего года. Окунувшись в крещенскую купель, люди смывают в себя накопившиеся за год грехи. Но, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».